Валар Маргулис, благородные лорды, благочестивые рыцари и коварные разбойники. И сегодня у нас Игра Престолов. Кому-то этот сериал нравится, а кто-то гордится тем, что так его ни разу не посмотрел. Но лично я сначала читал книги, потом следил за информацией со съемок, сначала первого сезона, ну и так далее. И поначалу мне сериал нравился, правда последний сезон это что-то с чем-то. Нет, снято красиво, но сценарий. Хотя сегодня речь пойдет не совсем про кино. Я хочу поговорить про климат этого фэнтези мира, про эти странные долгие времена года, которые сменяют друг друга в хаотичном порядке. Я помню сам Джордж Мартин, автор книжной серии, как-то сказал, что вот эти вот долгие времена года объясняются магией, и никакой особой физики за этим не стоит. Но попытаться объяснить это научным все же стоит. Зачем? Во славу науке, естественно. Но для начала, что мы вообще знаем о мире льда и пламени? Планета, на которой разворачивается действие литературного цикла, а это именно нормальная шарообразная планета, со слов самого Джорджа Мартина, несколько крупнее Земли. Правда, ускорение свободного падения у них одинаковое. По-видимому, недра мира льда и пламени должны быть бедны тяжелыми элементами, или ядро планеты не особо крупное. Хотя по книгам и сериалу, какого-то особого дефицита в железе или других металлах не наблюдается. По крайней мере, железное оружие и доспехи там изготавливают в большом количестве. Еще у этой планеты есть большой спутник, вроде нашей Луны. На ночном небе наблюдается семь блуждающих звезд. Наверное, это другие планеты этой звездной системы. Также виден Млечный Путь. Изредка на небе появляются кометы, а из железных метеоритов даже изготавливают оружие. Например, клинок Дейнов Рассвет. То есть это обычная такая обитаемая планета. Так, а теперь, что не так с климатом? А климат там весьма отличается от земного. Он не привязан к периоду обращения планеты вокруг своего Солнца, а меняется хаотическим, ну или квазихаотическим образом. Причем смена сезонов идет куда медленнее, чем у нас. Лето и зима могут длиться несколько привычных нам годиков. Например, лето, которое в начале книг, ну соответственно и сериала, как раз подходит к концу, было равно 10 годам, 2 месяцам и 16 дням. И да, кое-какие закономерности все же усмотреть можно. Например, герои саги часто повторяют, что долгое лето предвещает долгую зиму. А также есть информация, что последний год долгого лета самый жаркий. Можно ли все это объяснить научно? Ну, давайте попробуем. Климат на планете это довольно сложная штука. Поэтому уместнее обсудить, почему климат Игры Престолов отличается от нашего. Какой именно фактор делает его непохожим. И, пожалуй, все возможные причины можно поделить на три большие группы. Что-то не так с местным Солнцем, что-то не так с планетой или проблемы в орбите планеты. И да, причина может быть комбинированная, почему нет? Для начала, что может быть не так со звездой? А она может быть переменной и менять яркость в довольно широких пределах. Причины этого различны. Звезды могут пульсировать, покрываться крупными пятнами, выбрасывать облака вещества, вспыхивать и совершать прочие безобразия. Но нам важно, чтобы изменения яркости происходили плавно и без четкой периодичности, а с этим уже сложнее. Поэтому пульсирующие и вспыхивающие звезды мы вычеркиваем. Здесь подошли бы медленные неправильные переменные типа Юносорога или звезды типа Тетельца или Фьюориона. Но с ними есть проблемы. Это либо очень старые, либо наоборот, молодые звезды. Поэтому жизнь типа нашей там существовать не может. Она либо не успела там возникнуть, либо уже закончилась. Ведь на последних этапах эволюции звезда меняется довольно сильно, и биосфера вряд ли сможет под это адаптироваться. Итак, видимо, звезда тут ни при чем. А что может быть с самой планетой льда и пламени? Не нужно думать, что климат нашей планеты такая уж стабильная штука. Например, все слышали про ледниковый период. На самом деле периодов оледенения и межледниковья было в истории планеты огромное количество. В какие-то моменты климат становился холодным и сухим, а в какие-то теплым и влажным. С одним из таких климатических изменений, вероятно, связан и выход наших очень далеких предков из лесов в саванны миллионы лет назад. В исторической перспективе изменения климата самым прямым образом влияли на развитие цивилизации. Например, во многом смута в русском царстве была спровоцирована малым ледниковым периодом, из-за которого последовало несколько неурожайных лет, великий голод, падение династии Годуновых и все такое. А еще раньше, в 10-13 веке в Европе, был климатический оптимум. Виноград выращивали чуть ли не в Шотландии, а у викингов имелись постоянные поселения в Гренландии. Эх, ужать бы эти климатические изменения по времени, получили бы идеальный климат Вестероса. На климат влияет уйма факторов. Тут важен и состав атмосферы, и период обращения планеты вокруг оси, и наклон этой самой оси, и еще много чего. Быстрые изменения климата могут случиться по вине, например, извержения вулкана, смены океанических течений, выброса парниковых газов, причем не обязательно антропогенного. На климат влияет даже форма материков, рельеф, площадь полярных шапок. Ведь чем она больше, тем больше энергии Солнца планеты отражает обратно, и тем хуже прогревается. Но в «Игре престолов» есть подсказка. Мейстеры, местные аналоги ученых, регулярно проводят астрономические наблюдения, на основании которых делают вывод о произошедшей смене времен года. Об этом они сообщают, рассылая из цитадели особых белых воронов. Значит, причина изменения климата может быть найдена с помощью астрономии. Вторая подсказка – это легенды о долгой ночи. Если убрать явно надуманные поздние наслоения этой легенды, то она повествует об особо долгой и очень холодной зиме. Причем в северных землях Солнце не поднималось и за горизонтом много лет. У нас на планете тоже есть территория, где Солнце на долгие месяцы скрывается за горизонтом. Ну или наоборот, туда не заходит. Это северный и южный полярный круг. Поговорите с жителями наших северных городов. Уже они знают. Происходит это из-за наклона земной оси. Наша планета наклонена к Солнцу то северным, то южным полушариям. Это явный намек на то, что на планете Игры Престолов, как и на Земле, смена времен года происходит из-за наклона земной оси. Только если у нас эта ось относительно стабильна, то здесь по какой-то причине ее колбасит. На самом деле говорить, что наша ось стабильна, это преувеличение. Она совершает довольно хитрые движения. Основной это прицессия. Довольно значительное колебание по амплитуде с периодом 25800 лет. Второе это нутация. Тоже периодическое покачивание полюсов. Она куда быстрее. Всего 18,61 года. И ее амплитуда куда меньше. Всего 17 угловых секунд. Есть еще меньше гармоники, но сейчас нет и главное. Эти изменения очень уж долгие. И да, происходить что-то подобное в мире льда и пламени, но на несколько порядков быстрее это могло бы объяснить чехарду с сезонами. Ведь из-за наложения нескольких периодов местным ученым предсказать смену сезонов было бы ой как непросто. Но представьте, насколько усложнилась бы морская навигация в таком мире, где из-за постоянной смены наклона оси звезды просто прыгают по небу. На Земле, кстати, долгосрочные изменения климата во многом обусловлены так называемыми циклами Миланкович. Они как раз и возникают из-за прецессии, нутации и изменения орбиты. Но про них имеет смысл записать отдельный ролик, будет очень интересно. Ладно, думаем дальше. Быть может, что-то можно сделать с орбитой планеты? 1 апреля 2013 года в архиве электронных припринтов появилась статья астрофизика Веселина Костова и его коллег. Несмотря на дату, это нормальная научная публикация. Ну, почти. Ученые попробовали смоделировать среднюю температуру в Вестеросе, при условии, что Солнце этого мира — это двойная звезда. Дело в том, что в системе двух звезд орбиты планеты будет сильно отличаться от привычного нам эллипса. Да и вообще орбита не будет стабильна. Но если заставить планету вращаться вокруг компактной пары звезд, или наоборот, одну из звезд переместить на большое расстояние от первой, то ситуация исправляется. В статье обе звезды были смоделированы одинаковыми и схожими по параметрам с нашим Солнцем. Вокруг них вращалась землеподобная планета с периодом, ну, где-то 700 дней. Расстояние между планетой и барицентром системы менялось от полутора до двух с половиной астрономических единиц. И да, в расчетах ученые не учитывали возможный наклон оси планеты. Из графика видно, как меняется средняя зимняя и летняя температура за период в 100 местных лет. Зимы в таком мире могут длиться до 850 дней, и ведут себя они довольно непредсказуемо. А средняя температура холодных и теплых зим меняется аж на 5 градусов. Авторы отмечают, что наклон оси планеты существенно усложнил бы наблюдаемую картину. Красивый вариант, но нам он, увы, не подходит. В небе Вестероса всего одно Солнце, год не такой длинный, а также модель не объясняет сезона длительностью в 10 лет. Также не хотелось бы менять вторую звезду на какой-то компактный объект типа белого карлика или нейтронной звезды. Ведь при их рождении в системе жизнь практически не имела бы шансов уцелеть. Хотя если бы мне пришлось выбирать между магией и нейтронной звездой в мире Игры Престолов, хм, что бы выбрать? Моделирование погоды в мире льда и пламени провели в 2017 году климатологи из Университета Бристоля. Они использовали климатическую модель для Земли, но рассчитали с ее помощью планету с другим очертанием материков, как в книге. Также в модель была добавлена подвижная ось вращения с наклоном в 10 градусов. Причем двигалась она интересно. Несколько лет она поворачивалась так, чтобы одно полушарие всегда оставалось наклоненным от Солнца, а затем быстро меняло положение на противоположное. И да, это позволило получить в расчетах похожий на Игру Престолов климат, найти климатические аналоги локаций из книг и сериала реальным географическим местам на Земле, определить влажность, атмосферное давление, а также скорость и направление ветра. Например, климат в районе Стены оказался похож на Лапландию, а Кастроли Рок на Хьюстон. Но, увы, эта работа опять не давала объяснения пляске полюсов. Кстати, забавно, что она написана от имени одного из персонажей серии, Сэмуэля Тарли, и вышла сразу на трех языках. Кроме английского, был еще валерийский и дотракийский. Это специальные искусственные языки, разработанные для сериала. И вообще, она довольно забавная. Кто дружит с английским, рекомендую прочесть, но просто смеха ради. Итак, опять все упирается в войс планеты, что могло бы заставить ее быстро и беспорядочно менять ориентацию. В 2016 году возможный вариант объяснения такого поведения оси предложил Марат Мусин в заметке на сайте N+.1. Он заметил, что эффект может быть вызван несимметричностью распределения вещества в недрах планеты Игры Престолов. Вспомните, как необычно порой ведут себя несимметричные волчки. Или, по его же предположению, ось может болтаться из-за влияния на нее остальных планет системы, если они подходят очень уж близко. Правда, в обоих случаях есть доводы против. Но обсуждать мы их сейчас не будем, а то совсем закопаемся. Время подводить итоги. Никто не ждет от фэнтези научно-достоверного мира. Как раз наоборот. Это мир магии, драконов, эльфов и прочей живности. Но иногда, читая книгу, мы, по крайней мере я, иногда пытаемся как-то объяснить происходящее научно. Как летают драконы? Как работает посох мага? Как происходит трансмутация элементов? И как выясняется, не один я такой. Вон, люди целые статьи пишут. И почему бы и нет? Ведь на самом деле моделирование климата все того же Вестероса это фактически задача на изучение условий на какой-нибудь пока еще не открытой экзопланете. И вот таким вот полушиточным образом ученые могут отработать методику для уже будущих серьезных исследований. А в долгих зимах Вестероса виновата, видимо, все-таки магия. Или какое-то невидимое, но тяжелое небесное тело, которое влияет на орбиту планеты Игры Престолов и наклон ее оси. А на сегодня все, друзья. Пишите, как вам последний сезон и смотрели ли вы вообще этот сериал. Ставьте пальчики, нажимайте на кнопочку подписаться. И увидимся на улице Шпловского. Субтитры сделал DimaTorzok